Всем утренний квантовый привет! Сегодня 11 августа, День независимости отмечает Чад. Крис Хемсворт деньгами, залитыми слезами фанатов оригинальных охотников за привидениями, расплачивается за праздничный торт на свой день рождения. Солнце безжалостно жжет ваши экраны, или тучи над вами, или своды метрополитена, короче, что-то жжет как ни крути. А пукан какого-то человека, купившего к релизу Quantum Break новую видеокарту и десятую винду, то есть мой, жжет стул. И сейчас, в инфакте на StopGame.ru, я вам и поведаю почему. Помните, наверное, уникальную помесь видеоигры и сериала от Remedy и Microsoft, а киесу, спустившуюся с небес на грешную землю через райские врата Windows Store, с обещаниями Completely New Game слэш ТВ-шоу Экспириенса, всего за каких-то 4 тысячи рублей, эксклюзивно для праведников, использующих православную Windows 10. Ну так вот, 14 сентября Quantum Break станет доступен в Steam, запустится и на 7 с 8 Windows, и все это за 40 баксов. В комплекте все вышедшие на данный момент обновления, латающие боговавшую до этого плоть Христову в квантовом обличье. Для любителей повертеть в приводе что-нибудь круглое, доступно и коллекционное издание, включающее в себя упаковку премиум-класса, 5 дисков с игрой, Blu-ray с материалами о создании игры, книгу той же тематики, CD с саундтреком, пару постеров и краткое руководство. CD Projekt Red столь чудесными вестями нас порадовать не спешит, ввиду того, что не сможет в сентябре приступить к закрытому бета-тесту потенциальной убийцы Hearthstone, которую кличут в народе Gwint The Witcher Cut Game. Разработчик приносит заждавшимся картежникам искренние извинения и объясняет загвоздку банальнейшей в общем-то ситуацией. Полякам нужно чуть больше времени, чтобы довести Gwint до ума, дабы не профокапиться с самым главным, первым впечатлением. Так что отныне официальная дата открытия дверей в мир карточного Ведьмака для избранных 25 октября этого года. Не забудьте подать заявку на участие в ЗБТ, чтобы стать избранным. Ссылка у нас в новостной ленте, ссылка на которую в описании, которая где-то рядом с тем местом, в которое вы сейчас смотрите. А остроумные варианты места, куда вы на самом деле смотрели в этот момент, оставляйте там же в комментариях, желательно на сайте StopGame.ru. Питер Джексон должен заинтересоваться экранизацией The Elder Scrolls. Это не вывод на основании какой-то свежей информации, это условие, при котором эта самая экранизация может появиться на свет. Bethesda не горит желанием переносить данную вселенную на большие экраны. Однако Пит Хайнс вселяет надежду в сердца фанатов серии, словами о том, что какие-то шаги в этом направлении будут предприняты, если проектом заинтересуется небезызвестный режиссер Хоббита, Властелина Колец и незабвенной живой мертвичины. А по совместительству один из самых влиятельных деятелей кинематографа, по версии какого-то там издания какого-то дремучего года. Вряд ли такое пересечение интересов разработчиков и режиссера когда-то произойдет, но Bethesda заявляет, что нуждается в постановщике, который сможет достойно воссоздать мир игры и его историю. И на компромиссы в данном вопросе издатель идти не желает. Смиритесь. No Man's Sky упирается всеми силами, не желая покидать воображаемые передовицы нашего ежедневного вестника. Думаете, у Вервотча было много? То ли еще будет. Вчера Глеб вам поведал не только о Дне независимости Эквадора, но и о том печальном факте, что игроки No Man's Sky, покоряющие космос на разных платформах, встретиться во вселенной игры не смогут. А теперь оказывается, что и общая платформа подобного не гарантирует. Хотя Шон Мюррей продолжает утверждать обратное, несмотря на то, что два посетителя форума Reddit уже успели попасть на одну планету. По крайней мере, к такому выводу они пришли после исследования и сравнения близлежащих локаций. После чего оба подошли к одному и тому же месту и... не увидели друг друга. Зато увидели, что время суток на их экранах отличается, ровно как и внутриигровые события, типа пролетающих мимо кораблей. Подобный инцидент сразу же поселил в головах многочисленных геймеров мысли о некотором вранье со стороны господина Мюррея. И о том, что игра на самом деле не предусматривает возможность повстречать других игроков. Масло в двигатель внутреннего сгорания доверия к разработчику подливают и многочисленные слова главы студии о том, что его детище однозначно мультиплеерная игра. Но, пожалуйста, не ищите в ней прочих геймеров. Мол, математически невозможно с ними пересечься среди бесчисленного количества звезд. Объяснил девелопер подобный конфуз с тем, что сервера не справляются с нагрузкой. Ну, хорошо, допустим, текстуры не подгрузились. С кем не бывает. Sony, кстати, подтвердила слухи, и 7 сентября в Нью-Йорке состоится спецмероприятие PlayStation Meeting, где весьма вероятно и будет показана консоль PlayStation Neo. Все. Покедова.